так у меня есть я несколько подстаканников вот такого вот такие вот интересные сюжеты алюминиевые и мельхиоровые с вставками из эмали цветной эмали такое скромное клеймо буква л и лены мольер и вот заинтересовало меня что это за вот такой выяснилось что в ноябре 1929 года в ленинграде был осознан кооперативный промыслово-производственной артель ленинградский эмальер лен-эмальер который сложилось из трех мелких артелей монтировщик эмаль металл и прогресс эмаль в 1931 в лен-эмальер влилась еще одна артель цвет эмаль предприятие подчинялось управлению местной промышленности ленгрейсполкома даже после организации артели большая часть всех работ производилась на дому артельщиков так как артель не располагала тогда помещением даже для процесса гальвинизации источником питания служили исключительно аккумуляторы в 1930 артель имел уже шесть прессов фрикционных пять эксцентриковых один токарный станок вальцы и несколько ручных прессов рост артелей начинается в 1931 но особенную стремительность приобретает в годы второй сталинской пятилетки вот что писали в газете стахановцы эмальеры такая статья ленинградская артель лен-эмальер является самой крупной кооперативной артелью промысловой кооперации советского союза по производству художественных эмальевых изделий 1600 человек работают в цехах этой артели почти на 40 миллионов рублей изделий дадут стране ленинградские эмальеры в 1939 году до военные годы предприятие серийно выпускал броши пудреницы значки возможные портсигары после войны завод лена мальер производил маникюрные наборы зажигалки различные украшения значки с эмалью считается что первые подстаканники были выпущены предприятием после войны среди них латунные и алюминиевые с эмальевыми вставками и без таковых примечательно что это предприятие называлось артелью вплоть до 1956 года когда его в соответствии с постановлением совет министра рссср переименовали в завод лен-эмальер находится он в числе предприятий ювелирной промышленности находился в дальнейшем завод был выведен из ювелирной промышленности и в 1970-е входил в состав ленинградского научно-производственного объединения лент-теплоприбор в 1980-м передан научно-производственному объединению буревестник минприбора и продолжал выпускать маникюрные наборы и зажигалки в это время производственная база завода составляла 12 цехов от штамповочного до механического в 1991 бывший артель стала именоваться государственное предприятие завод лен-эмальер в 1996 производитель объявил себя акционерным обществом а спустя 12 лет в 2008 предприятие было объявлено банкротом и 31 августа 2010 года ликвидировано вот то что люди делали вот такую вот прелесть но всему свое время теперь вот такая продукция начинает подниматься в цене так скажем вот такая красота ну что ж на этом пожалуй все спасибо за внимание до свидания